Привет, друзья! Сегодня изучим китайский эксклюзив, процессор Intel i5 12490F. Изучим, чем он отличается от 12400F просто, без всяких там 90. Сравню производительность, ну и вообще поведение в разных задачах. Как я уже говорил в одном из прошлых видео, этот процессор достался мне в нагрузку в сборке с видеокартой Intel, и продается он пока эксклюзивно только в Китае. Иногда замечаю, что некоторые говорят, что мол 12490F значительно дороже, и это совсем не вариант. Ну вот посмотрите на цены в Китае. 12490F может стоить дешевле, чем 12400F, как вот в данном случае. В рублях это выходит 12000 рублей за 12400F и 11600 за 12490F. И выходит, что 12490F становится интереснее, чем 12400F. Но что же за зверь такой 12490F? Это отбраковка больших чипов, которые в лучшем случае, из которых в лучшем случае делают 12900K, ну или KS, а в худшем случае получается аналог 12400F. Только с большим объемом кэша L3 на 2 мегабайта, 20 против 18, и с повышенными частотами. Как вы знаете, с этими процессорами говорить о разгоне в привычном виде не приходится. Поэтому сразу заложенные базовые более высокие частоты и более высокие частоты буста, казалось бы, могут сослужить хорошую службу. И вот давайте посмотрим, каких частот достигают оба этих процессора на самом деле под разной нагрузкой, и какие результаты мы получаем. 12400 с нагрузкой 3D-рендерингом на все ядра останавливается на частоте 3990, ну можно сказать 4 ГГц. Максимум отмечается на старте теста 4190 МГц, максимальная частота для однопоточной нагрузки 4 400 МГц, а максимальная температура 57 градусов за 10 минут теста. 12490F при нагрузке на все ядра работает на той же самой частоте 3990, но на старте теста максимум можно увидеть не 4200, а почти 4600, но толку от этого нет никакого при такой нагрузке. В однопоточной нагрузке 4400-4600 МГц, то есть частота при небольшой нагрузке у этого процессора действительно выше. Но при нагрузке на все ядра частоты одинаковые, поэтому производительность в этом тесте в многоядерном режиме одинаковая. Даже на величину погрешности ниже у 12490F, а вот в однопотоке он выигрывает у 12400. Теперь посмотрим, что это нам дает в реальных задачах, проверим несколько игр и несколько рабочих программ. Для теста я сначала взял память, которую мне притащил из Китая вот-вот на днях Владислав, которого вы знаете по прошлому видео. Это память с частотой XMP профиля 6600 МГц и невысокими для DDR5 таймингами. Но на этих процессорах я смог рассчитывать только на 6 ГГц и не более. И вот такие вот высокочастотные модели памяти совершенно бесполезны. Ну и в общем я взял свою память Patriot в этот раз, которую вы видели тоже в одном из видео. Разогнал до 6 ГГц, получил фактически на тех же настройках пропускную способность ниже, чем на 12600К. Видеокарта будет в этом тесте 3090 для того, чтобы понять потенциал процессора. Сейчас я не хочу воссоздавать реальную сборку с младшей видеокартой, там средним процессором. Так мы просто не поймем, есть ли разница в процессорах вот в этих вот с более производительной видеокартой, допустим. Total War 3. Игра, которая нагружает процессор, и Intel в своих последних маркетинговых материалах полюбили выделять производительность в этой игре, вернее в этой серии игр. Разрешение Full HD, настройки пресет максимум и максимальная нагрузка на процессор в бенчмарке Boy, которую я видел, 92%. Но это пик нагрузки. Как видите, частоты абсолютно одинаковые, никакого преимущества 12490F. Итоговая оценка производительности в этом режиме в целом одинаковая. Небольшое преимущество по очень редким событиям, это средний результат из нескольких прогонов. Самая большая разница вылезает в режиме компании, правда там сама по себе производительность значительно выше. Процессор меньше нагружен, и в таком режиме 12490F опережает 12400 на 3% по среднему кадру. Я читал статью, в которой нашли 11% в каком-то мутном тесте. Но в реальности же получается 3, и то в не самых естественных условиях. Но идем дальше. Cyberpunk. Снова бенчмарк, разрешение Full HD, настройки впечатляющие. Так у нас выше нагрузка на видеокарту, конечно, но и процессор напрягается тоже сильнее. Максимально можно заметить 86% нагрузки на процессоры. И перед вами лучший прогон 12400 и худший прогон 12490F. Вот такая вот небольшая разница между лучшим и худшим результатом. А средний результат нескольких прогонов по среднему кадру абсолютно одинаковый. Отличается разве что показатели очень редких событий в пользу 12490F. Если поднять разрешение до Quad HD, не меняя настройки, то есть оставить впечатляющие, больше переложим нагрузку на видеокарту, как это у нас обычно в реальных условиях и бывает. Но ничего особенного, кроме производительности, не изменится. Также будет высокая нагрузка на процессор, но в пиках уже не 85%, а 75%. Итоговый результат, можно сказать, одинаковый. В EdgeDocs Legion, разрешение Full HD, настройки Ultra. Я думаю, вы давно обратили внимание на температуру процессора. Она во всех случаях низкая. Для охлаждения я использую стандартную систему, все в одном, Kraken X62, которая, если и производительные воздушек, похожих на Nocto D15, то ненамного. Да и чему тут греться? Частота 4 ГГц во всех играх, энергопотребление в самых тяжелых случаях 67 Вт. Но вот увеличим разрешение, производительность упала за счет видеокарты, а нагрузка на процессор снизилась ненамного. Все же в таких играх нагрузка на шестиядерники довольно высокая, на высоких настройках графики. И появилась, кстати, устойчивая разница по среднему кадру в пользу 12490F. Хоть мизерная, но постоянная. Танки, Bench Ancora, разрешение Quad HD, настройки снова Ultra. В этой игре, конечно, производительность этих процессоров предостаточная. Так же, как в War Thunder и в Радуге, да и еще в массе подобных игр. И тут, наконец, мы можем видеть преимущество 12490F. Время от времени частота с 4 ГГц возрастает в обоих вариантах. Но у 12490F она поднимается выше. Как раз на те самые 200, которые нам обещали. Но особенной разницы по результатам теста все равно нет. По среднему кадру это примерно 1%, по очень редким событиям. Ну, максимум 2%. В общем, в играх никакого преимущества 12490F перед 12400 не дает. И покупать его дороже, чем 12400F нет никакого смысла. По одной цене или дешевле? Никаких вопросов. Тем более, может быть, его повышенные частоты помогут в рабочем ПО? Давайте посмотрим. Сначала компас. Тут от процессора зависит много операций. И часто работа выполняется на одном-двух потоках. Я сейчас не говорю о проверке коллизий, например, где высокая нагрузка и разницы между 12400 и 12490F снова не будет. А вот во время остальных операций повышенная частота может помочь. И это выражается в повышенной оценке 12490F внутренней системой. На 7% результат лучше. Но если перейти к случаям, когда процессор загружен полностью, все иначе. Блендер, рендеринг на процессоре, размер плитки 16 пикселей, редкий случай. Но мы сейчас просто пытаемся найти разницу в производительности двух очень похожих процессоров. На почти часовом рендеринге может вылезти что угодно, но ничего особого нет. Разница на уровне погрешности. И бенчмарк кароны. Нагрузка полностью на процессор. Разницы по времени, требующимся для работы, нет никакой. Ну и понятно, частота во время работы 4 ГГц в обоих вариантах ничего такого. Вы можете спросить, почему нет той или иной игры или приложения какого-то. И я вам заранее отвечу, вот прям сразу в видео. Вряд ли тут стоит что-то серьезно исследовать. Нет какого-то такого особого смысла. Так как разница между процессорами будет сохраняться на том уровне, который вы уже видели вот в этих тестах, которые были. То есть в лучшем случае это будет 7%, как в компасе. И в некоторых играх может быть там пара процентов будет. И эти пара процентов еще придется поискать. Так что платить больше за этот процессор 12490F нет никакого смысла. Если только его предлагают по той же самой цене, ну как и 12400F. Или ниже, как я показывал в начале видео. Вот такой вот мой вывод вкратце. В сетилинке 12490F нет. Как я говорил, они пока только в Китае доступны. Но можно ли назвать 12500 аналогом 12490F из-за более высокой частоты? Ну в целом можно. Но и у него будет ограничение при нагрузке по всем ядрам 4 ГГц. Так что 12400F, вот самый обыкновенный, это все же оптимальный выбор. Он самый дешевый из вот этих вот, из подобных процессоров. Обратите внимание на ссылки в описании. Переходя по ним, вы поддерживаете наш канал и знакомитесь с интересными товарами в сетилинке, которые я для вас сегодня отобрал. Что-то из этого, возможно, вы давно хотели купить. Спасибо. В общем, с этой категорией процессоров все примерно понятно. Вообще, я заметил, что какое-то вот эксклюзивное железо в Китае не является чем-то таким вот действительно, ну настолько интересным, что можно жалеть от того, что его у нас нет. Хотя, если есть в Китае, есть везде. Ну, на этом, наверное, у меня все, друзья. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok